Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам, каким образом в каркасном доме мы подготовили стены под финишную отделку. Многие видели видеоролик с монтажом ДСП-плит на стены. Использовал это решение, так как мне показался такой вариант практичнее в сравнении с гипсокартоном. Швы плит, да и сами плиты приклеены к стойкам или к направляющим брускам, что делает их крайне прочными. А так как проклеены стыки, то они меньше подвержены всякого рода деформациям. На эти плиты мы планируем поклеить обои под покраску, но просто так мы это сделать не можем. Как и в случае с гипсокартоном, поверхность ДСП-плит требует хоть и значительно меньшей, но дополнительной обработки. А начать следует с проверки стыков, так как некоторые из них все-таки немного выпирают. Выбирается этот недостаток очень просто шлифовальной машинкой. Далее поверхность стен необходимо очистить от пыли, заусенцев и остатков клея, который вылез наружу. В принципе делается все быстро и несложно. Теперь можно приступать к подготовительным работам, а именно зашпаклевать отверстия от саморезов и стыки, чтобы они в последующем не проявлялись через обои. Для этих работ мы выбрали шпаклевку на латексной основе от Forbitex. Она пластичная, легко наносится и шлифуется. Не образует усадочных трещин, экологичная, влагостойкая и быстро высыхает. Подходит для многих типов поверхностей, в том числе как для популярного гипсокартона, так и для моего случая ДСП-плиты. Работать в принципе этой шпаклевкой мне понравилось, хоть и сравнивать мне сильно не с чем, так как практически не имею опыта в отделке. Для шлифовки использовал вначале вот такую терку с сеткой. Ну что могу сказать, работать удобно, не пыльно, но долго. Особенно там, где по неопытности нанес слой больше чем надо. Поэтому воспользовался шлифмашинкой. Тут из плюсов могу сказать только скорость работы, но крайне пыльно. Работать обязательно в маске. Вообще, конечно, для комфортной работы лучше взять у кого-нибудь в аренду или купить специальную шлифмашину «Жираф», которая подключается к пылесосу и подсвечивает зону шлифовки. Но я посчитал, что работы у меня не так много, поэтому справлюсь и так. В целом пришлось немного попылить, но работу мы сделали. Пыль осела и ее просто собрали строительным пылесосом. Стены выровняли, теперь можно грунтовать и клеить обои. Но простой грунтовкой это не получится сделать, так как стены серые и они будут проявляться через обои. Поэтому, когда выбирал шпаклевку, увидел интересную штуку у этого же производителя. Это специальная грунт-краска Base Cover под декоративное покрытие Farbitex Profi. Она укрывная, предотвращает просвечивание цвета основания через декоративное покрытие. Легко наносится обычным валиком, образует паропроницаемое покрытие, не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична. Снижает впитывающую способность основания, улучшает адгезию. Теперь уже вот после этих подготовительных работ можно приступать к поклейке обоев. И думаю, не важно каких, под покраску или с рисунком. Для нас такой выбор показался более простым и бюджетным. Вариант просто покрасить стены требует более тщательной и профессиональной подготовки стен. А так, обои спрячут мелкие косяки и будет тоже красиво. Клеить обои мы будем практически в самом конце ремонта. Пока уложим плитку, затрем ее, сделаем подрозетники. В общем, в то время, когда не будет уже пыльных работ. Возможно, если будут какие-то интересные моменты, то снимем про это отдельный ролик. А так, результат работы я обязательно покажу в телеграм-канале. Там показывают текущие работы и дела, так что переходите туда. На этом сегодняшнее видео подходит к концу. Если видео понравилось, то ставьте лайки и пишите в комментариях, что сделано так или не так. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!